МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но сейчас эта работа выполнена на 95%. Забито почти тысяча свай. Пока есть отставание от графика, но в ближайшее время его обещают ликвидировать. При положительных температурах, конечно, по максимуму нужно выполнять бетонные работы. В наружной сети планируется завоз материалов, естественно, в навигацию по максимуму. Ну, соответственно, для обеспечения завершения коробки здания к концу года. Зимой будет работа продолжена. Даже что касается бетонных работ, средства малой механизации, прогревочной станции, всё в наличии. Поэтому будут ограждающие конструкции выполнены. Работу останавливать не планируем. А это уже стройплощадка в Ачинске, где также возводят перинатальный центр. Здесь высокая степень готовности. Уже идут отделочные работы и планировка благоустройства территории. В сентябре начнётся итоговая проверка для получения разрешительных документов. Медучреждение рассчитано примерно на 3000 родов в год. Врачи надеются, что будущие мамы поступят к ним уже этой зимой. Мы постараемся создать те условия, чтобы мамы, когда выписывались из перинатального центра, действительно запомнили это, наверное, на всю жизнь, как именно событие, которое прошло через их всю жизнь. И этот перинатальный центр дал им рождение мальчиков или девочек. Самое главное – здоровых детей. Перинатальный центр в Красноярске работает около пяти лет. За это время здесь появились на свет более 15 тысяч малышей. Врачи говорят, число родов растёт. За шесть месяцев этого года новорождённых на три сотни больше, чем в 2015-м. Самые частые патологии – преждевременные роды, рубцы после предыдущих операций, миомы и другие. Лёгких случаев в перинатальном центре нет. Подчас приходится привлекать специалистов из самых разных областей медицины. К нам поступают такие патологии акушерские, как предлежание плаценты. Например, это когда есть рубец или какая-то аномалия эндометрия, когда плацента врастает в миометрии или в рубец. Мы обязательно в случае подозрения приглашаем на операцию урологов, сосудистых хирургов. Тогда наша бригада состоит уже из пяти хирургов. В Министерстве здравоохранения отмечают, Красноярский край достиг больших успехов в охране материнства и детства. Например, по итогам прошлого года регион добился исторического минимума в младенческой смертности. Заместитель министра Дмитрий Попов говорит, персонал постоянно проходит обучение, чтобы в сложной ситуации доктора могли быстро принять правильное решение. Мы активно привлекали специалистов и российского уровня, и международного уровня. И мы активно обучали со всех районов края и средний персонал, и врачей. В прошлом году мы не зря создали, я думаю, и будем такие же центры организовывать и в Ачинске, и в Норильске. Это симуляционные центры, которые позволяют ежедневно отрабатывать врачам и медработникам свои навыки, которые в том числе помогают в спасении жизни. Самый радостный момент в работе службы охраны материнства и детства – выписка. Здоровый малыш и счастливые родители. В этом смысл работы врачей. Анна Московских, Александра Арепьева, Алексей Гусев, Александр Ермошенко. Новости. Продолжение следует...